Уполномоченная по правам ребенка Екатерина Сморода подвела итоги работы за 2021 год. Поделилась достигнутыми результатами и планами на будущее. По словам омбудсмена, из-за пандемии и практики дистанционного обучения дети испытывают психологические сложности. Поступающие обращения заставляют серьезно задуматься над тем, что происходит сегодня в сфере образования. Тревогу сегодня вызывают случаи достаточно напряженных взаимоотношений с верстников в некоторых учебных заведениях. Несколько десятков обращений в этом году рассмотрены с участием уполномоченного. Создавались рабочие группы, такие конфликтные комиссии, когда нам приходилось вмешиваться непосредственно в то, что происходит в образовательных организациях. К счастью, речь не идет о жестоком обращении педагогического состава, то есть самих педагогов по отношению к ученикам. Тревогу также вызывает рост попыток суицида среди несовершеннолетних. По словам Екатерины Смороды, это свидетельствует о психоэмоциональном дисбалансе в молодежной и подростковой среде. 38 попыток суицида, это в два раза больше практически 20 попыток было сконстатировано в прошлом году. К сожалению, 9 детей мы потеряли, в прошлом году было 5 детей, то есть практически в два раза тоже рост. Для исправления ситуации и предотвращения подобных трагедий в будущем уполномоченным ведется комплексная профилактическая работа вместе с правоохранителями. Я вынуждена была обратиться к председателю комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Ульяновской области, для того, чтобы незамедлительно на территории нашего региона мы переработали всю ту нормативную платформу, которая регулирует работу по профилактике суицидов. Сложности сегодня существуют и в сфере жестокого обращения с детьми. В 2021 году на 17% больше детей стали жертвами преступлений, которые совершались взрослыми в отношении несовершеннолетних. Их порядка 980 человек, в прошлом году было 809. То есть даже если число самих преступлений чуть-чуть снизилось, буквально 1,5%, то охват детей, в отношении которых было совершено преступление, увеличилось в этом году. Это тоже заставляет нас очень серьезно задуматься, что нужно поменять. Одна из сложностей в том, что даже во внешней благополучной семье не исключено жестокое обращение с детьми. Для того, чтобы предотвратить и не допустить преступлений в будущем, большая работа должна вестись и с родителями, и с педагогами. В своей ежедневной работе уполномоченный также помогает детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям. Замечательно то, что проблемы действительно удается выявлять. И буквально мы посчитали, подводя итоги, примерно на 8 миллионов только помощи оказаны вот таким семьям, в которых тяжело болеющие дети воспитываются. За плодотворное сотрудничество в сфере информационного освещения мероприятий в сфере детства, отзывчивость и готовность работать сообща, коллектив издательского дома «Ульяновская правда» получил благодарственное письмо от уполномоченного по правам ребенка. В планах детского омбудсмена на 2022 год много важных дел. Одно из них – создание единой межведомственной горячей линии, на которую можно будет обратиться по всем вопросам, связанным с защитой прав детей.